Книжная палата возобновила издание летописи печати Чувашской республики. Всю важность и ценность этой работы узнавала наша съемочная группа. В фондах книжной палаты собрано все богатство печатной продукции республики. Здесь можно найти самые первые экземпляры местных газет и книг. Уникальный фонд документов печати насчитывает на сегодня около 80 тысяч экземпляров изданий. Вся печатная продукция, которая издается на территории нашей республики, она поступает в наш фонд согласно закону об обязательном экземпляре документов Чувашской республики. Все издающие предприятия, полиграфические предприятия, типографии, поставляют к нам на основании этого закона обязательные экземпляры документов. И на этих обязательных экземплярах уже мы готовим летописи печати. Летопись печати создавалась, начиная с 1958 года. Однако в 1996 году из-за отсутствия финансирования эта очень важная для истории работа прекратилась. И только в прошлом году было принято решение о возобновлении летописи. Есть спрос. К нам приходят краеведы, исследователи, ученые, студенты. И всем хочется, чтобы было печатное издание, как раньше. Это очень удобно работать. В законе тоже прописано, что мы издаем текущие библиографические указатели. Текущие, значит, ежеквартально эта летопись будет выходить. В фондах палаты есть и ценнейшие экземпляры газет времен Второй мировой войны. Составлен каталог всех районных газет Чуваши в единственном экземпляре. Любой желающий может прийти и самостоятельно изучить архивные наследия. Книжные палаты – это богатство, богатство нашего народа. Это все духовное наследие. При помощи книжной палаты мне удалось написать такие монографии. Пять монографий, шесть учебных пособий для педагогического университета, для средних школ, один школьный словарь, две энциклопедии. Многое-многое и кое-что проделано. Летопись печати Чуваши с 2014 года выпускается в печатном и электронном вариантах. Последний размещен на сайте Национальной библиотеки. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.